друзья всем привет сегодня в мастер-классе я хочу вам показать очень интересное плетение попросила об этом меня моя подписчица за что и огромное спасибо за идею этого видео в общем то плетется несложно и получается в итоге вот такой симпатичный узор в виде я их называю как елочки мне напоминают елочки если вам интересно продолжайте смотреть это видео я решила таким способом сплести вот такой браслет яркий летний позитивный чередование зеленых и ярко-горячо-желтых полос мне кажется он очень классный стильный и яркий если вам нравится продолжайте смотреть а пока я приготовлю все необходимое для данного мастер-класса на коврике для бисероплетения прошу вас подписываться на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вам прилетали уведомления о том что на моем канале вышел новый интересный мастер-класс и так дорогие друзья для такого браслетика нам с вами понадобятся два абсолютно любых цвета бисера те цвета выбирайте которые вам нравятся которые вы хотите я выбрала для этого браслета вот такие два цвета зеленый и желтый бисер из мелодии бисера вот такой вот бисер самый простой очень яркий очень летний размер его номер 10 номера цветов значения здесь не играют никакого поскольку вы выбираете те два цвета которые просто между собой будут красиво и гармонично смотреться я ссылочки на эти на этот бисер оставлю вам под видео как всегда плести я буду на вот таких тоненьких ниточках для бисероплетения если вы хотите нежный вот видите он он такой вот как тряпочка если вы хотите вот такой эффект нежности вот он как шелка в этот браслетик как ленточка тогда вы плетете на ниточки это я отвечаю на вопрос новичков которые спрашивают почему я плету то на мононите то на нитке зависимости от того какой эффект я хочу достичь если хочу мягкое и податливое украшение я плету на ниточках если я хочу сплести браслет который будет жесткий держать форму тогда я плету на мононите либо на леске либо на файрлайне ну то есть зависит от того что у вас есть наличие какие ниточки конечно же еще нам понадобится замочек для данного браслетика вот я выбрала вот такой магнитный замочек он вот так состоит из двух половиночек на которых петельки и за эти петельки вы потом с легкостью пришьете ваш браслетик просто я показывать уже не буду как это делается но это делается крайне просто вы выходите из бисеринки поддеваете и пришиваете на этом останавливаться давайте уже не будем это каждый сможет сделать итак давайте приступим к работе и так насыпаем бисер и приступим к работе я хочу браслетик мой сделать таким вот ярким летним полосатым поэтому я буду плести полосками чередуя эти два цвета вы можете взять разные цвета можете взять вообще вот как все цвета радуги то есть от красного до фиолетового как вам больше нравится можете однотонный сделать это уже на ваш вкус итак начинаем мы с того что наберем на иголочку 5 бисерин зеленого цвета 5 бисеринок набрала на иголочку опускаюсь вниз и на данном этапе как всегда завязываем узелочек первое колечко и теперь я провожу иголку через пару бисерин вперед от узелочка для начала плетения вот так увеличила кадр чтобы вам было лучше видно и так видно откуда выходит ниточка затем смотрите я набираю опять-таки зеленую одну бисеринку на иголочку прохожу вот в эти две бисеринки следующие по ходу плетения вот так то есть из двух мы вышли одну набрали в 2 вошли вот так затянули получается вот такая елочка на ножке вот видно сейчас это хорошо затем я набираю следующий цвет и точно также я набираю на иголочку 5 бисерин но уже другого цвета 5 проходим иголочкой через две ближайшие бисерины в обратном как бы направлении так подтягиваем плетение максимально близко элемент к элементу набираем одну желтую бисеринку или оранжевую не знаю такой цвет и проходим через две бисеринки вниз так подтягиваем получилось у нас вот такая вторая елочка на ножке таких полосочек вы можете делать сколько хотите снова я набираю 5 бисеринок зеленого цвета опускаюсь по ниточке так и провожу иголочку смотрите как бы снизу вверх вот в эти две закольцовываем эти пять бисеринок так так затем набираем еще одну бисеринку зеленого цвета и проходим вниз через две следующие по ходу плетения бисеринки пока что плетение нестабильно она крутится туда-сюда но это уйдет во втором ряду когда мы с вами будем плести второй ряд все это этот дефект недостаток он уйдет потому что будет держать наши с вами вершины следующий ряд то есть вот так вы повторяете эти же движения до тех пор пока вас не будет устраивать ширина вашего браслета то есть вот сколько елочек шириной вам необходим ваш браслетик столько раз и повторяем данное движение то есть набираем 5 проходим через 2 и так далее так далее но я еще наверное 2 2 чередования сделаю то есть еще хочу зеленую поставить набираю 5 пододвигаем ближе все бисеринки проходим иголкой вначале через 2 в обратном направлении подтянули нитку затем набираем 1 зеленого цвета снова штыки и проходим через вот эти две бисеринки вниз затем я набираю 5 бисеринок огненно желтых или оранжевых и прохожу снова через две ближайшие ко мне бисеринки снизу и вверх вначале вновь набираю одну бисеринку желтую и прохожу через две бисеринки вниз вот смотрите друзья мои мы с вами проплели первый ряд ну вот ширина в 6 елочек меня устраивает полностью поэтому я дальше продолжаю и следующий ряд у нас теперь так как мы закончили крайний вот этот элемент у нас нитка с вами выходит вот в сторону вниз и в сторону а нам нужно с вами выходить все время из вот этой вершинки для этого я сейчас прохожу иголочкой вот в эту бисеринку как бы делаю пол круга для того чтобы мне вернуть нитку выйти вернее из той точки откуда мы с вами будем начинать второй ряд то есть вот я прошла вверх через 2 и выход нитки у меня иголки из вот этой центральной верхушечки вот я повернулась повернула плетение в руках чтобы мне было удобнее так держаться и продолжаем работу смотрите во втором ряду мы с вами будем набирать 4 бисеринки вместо пяти поскольку у нас уже одна бисеринка есть это есть вот эта вершина то есть я набираю 4 бисеринки прохожу иголкой в ту же самую бисеринку из которой я вышла в верхушечку затягиваем вот я развернусь потому что мне так не очень комфортно затем я прохожу вот в эти две бисеринки вверх набираем одну желтую бисеринку проходим вниз через две вот второй ряд первый элемент второй ряд и так вот наши два элемента затем смотрите я набираю на иголку 4 бисеринки зеленые 4 бисеринки зеленые и захожу вот в эту верхушечку только со стороны с обратной стороны вот таким образом потому что нам мы плетем с вами как бы по кругу да и заходим мы в первые две набранные эти из четырех зеленые бисеринки делаем как бы круг вот затем набираем одну зеленую бисеринку и проводим иголку через вот эти две зеленые вниз два элемента мы с вами сплели затем желтая вершинка и мы набираем с вами 4 бисеринки желтые набрала 4 желтые бисеринки захожу с противоположной стороны следующую вершинку следующие елочки и здесь же прохожу вот в эти две бисеринки и из набранных 4 вот так чтобы иголочка шла вверх затягиваем нитку немножечко сложно вам будет сплести первые два ряда вот эти то есть потом будет нормально набираю одну прохожу вниз через вот эти две закрываем нашу вершинку заканчиваем этот элемент затем набирают 4 бисеринки зеленые 4 так захожу в следующую верхушечку следующего элемента и прохожу здесь же через две вот эти бисеринки зеленые снизу вверх вот так следующую елочку приплетаем так оказавшись вверху мы набираем одну зеленую бисеринку проходим через 2 вниз закрываем заканчиваем елочку верху верхушечкой и дальше набираем вновь 4 бисеринки желтых набрали так набрали и заходим верхушечку с противоположной стороны затем прохожу через 2 из 4 набранных бисеринок вверх и закрываем эту елочку вершину ставим то есть набираем одну бисеринку проходим вниз через вот эти оставшиеся две бисеринки вы можете плести одним цветом бисера оставить макушечки вот эти вершинки например огоньком будет очень красиво так набираю следующие четыре бисеринки зеленые и подхватываем макушечку елочки или вершину как хотите называйте и провожу иголочку через две бисеринки вот эти зеленые вверх подтягивайте ниточку обязательно закрываем эту елочку набираем одну бисеринку зеленую проходим через вот эти две бисеринки вниз вот мы с вами сплели второй ряд смотрите какая красота получается если вы знаете название этой техники пожалуйста напишите мне об этом в комментариях потому что меня попросила показать как плетется по этой схеме моя подписчица она прислала лишь схему но я искала я не смогла найти кто придумал такое интересное плетение если вам известно напишите пожалуйста я буду вам очень признательна смотрите снова та же история мы прошли и нитка выходит вниз поэтому я для следующего ряда для подъема на следующий ряд провожу иголку бисерину основания крайней елочки затем через две бисеринки вверх и выход ниточки мне нужен вот из этой бисеринки из вершины все мы с вами сделали подъем на новый ряд и продолжить нужно точно также ну что же друзья вот что у нас с вами получилось яркий летний позитивный ажурный браслет из бисера как видите ничего сложного здесь нет а выглядит такое украшение просто волшебно давайте вам покажу на моем запястье как он смотрится вот такой вот очень простой но в то же время с изюминкой потому что необычное плетение виде вот таких елочек создает определенную фактуру этому украшению и это смотрится замечательно если вам также понравился этот браслетик а также понравился мой мастер-класс пожалуйста ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал пишите ваши комментарии отзывы нравится не нравится такое плетение легко было вам его осилить или нет я буду рады кроме всего прочего под этим видео и под каждым моим видео я оставляю вам всегда очень полезные ссылочки на материалы на мои соцсети на мой инстаграм так что добро пожаловать если кому интересно вступайте в нашу с вами группу вконтакте добавляйтесь мой инстаграм я буду вам очень рада на этом все до встречи в новом мастер-классе всем пока